Плотно ли закрываются входные двери? Все ли окна в подъездах многоэтажек целы? Исправны ли коммуникации? Накануне в Серпухове представители администрации Гожелинспекции Ассоциации председателей Советов МКД проверили готовность домов к осенне-зимнему периоду в рамках акции «Школа ЖКХ нашего двора». Были ли выявлены нарушения и как проходил осмотр, расскажем в нашем материале. Ремонт, уборка подъезда. Видим график. Проверка дома по адресу «Весенняя 57» началась с информационного стенда. Какие объявления размещены управляющей компанией, есть ли номер 112 аварийной диспетчерской службы? Осмотр многоквартирных домов состоялся в рамках акции «Школа ЖКХ нашего двора». Задача – увидеть, как управляющая компания подготовила дома к зиме, а также показать жителям многоэтажек, как правильно осуществлять контроль за ходом работ, чтобы они смогли это делать самостоятельно. В этом мероприятии у нас участвуют не только госживая инспекция, администрация, председатели советов многоквартирных домов, но и сами жители. Из основных критерий подготовки домов к зиме следует отметить, безусловно, это сухие подвалы и кровли, чердаки. Проверяем, не протекают ли инженерные коммуникации. В хорошем ли состоянии находится теплоизоляция на трубопроводах, отопление. Каждый дом имеет свой паспорт готовности. Все паспорта готовности должны быть сданы до 15 сентября. Осмотрев дом, мы посмотрим, соответствуют ли данные о паспорте, тому, что есть по факту. С первого этажа поднимаются на 17-й. По пути проверяют исправность лифта, а также состояние окон, труб и мусоропровода. Есть недочеты, но незначительные. Перед выходом на крышу комиссия любуется вот такой картиной. На стенде, который вы новый готовите в подъездах многоквартирных домов, сделать еще и было-стало. Чтобы жителям было понятно, что работая по текущему ремонту, выполняется управляющая компания за их счет. А за их счет, значит, они должны своих детей донести, что любое художество, любые рисунки, после того, как проведены ремонтные работы, это дополнительные траты, которые будут в определенном этапе в первую очередь ложиться на плечи их родителей. Стараемся подкрашивать, но советом принимает решение и говорит, что смысла нет. То есть лучше деньги поднабрать и сделать нормальный ремонт. Осмотр крыши – отдельный пункт проверки. Техническое состояние кровли, есть ли скопление воды, правильно ли закреплены антенны. Светлана Выборова добавляет – дождь с комиссией на руку. Благодаря ему можно увидеть, протекает ли крыша или нет. На весенней 57 кровля отремонтирована. Сегодня действительно с нами вместе плечо к плечу ходят ассоциации, советов многоквартирных домов, ходит муниципальный жилищный контроль. Именно для того, чтобы мы показали, каким образом осуществляется контроль. То есть реально управляющие компании поймут, что осуществляется контроль, контроля общественников, собственников, что в общем-то и должно быть. Советы домов поймут, каким образом контролировать, действительно смотреть паспорта готовности. Устранить недочеты управляющей компании необходимо до 1 сентября. Затем члены комиссии вновь придут на проверку. На контроле у администрации городского округа более полутора тысяч домов. Именно столько должны подготовить обслуживающие организации к осенне-зимнему периоду. Продолжение следует...